Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Красной Галинке открыли инженерно-технический класс. На первое занятие к десятиклассникам приехал исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков. В ближайшие три года на реализацию нацпроектов будет направлено почти 19 триллионов рублей. Об этом на стратегической сессии правительства Российской Федерации сообщил Михаил Мишустин. В ней принял участие и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава правительства анонсировал использование многоуровневой системы для достижения целей, поставленных президентом России. Это будет современный цифровой интерфейс, предназначенный для мониторинга выполнения семи стратегических задач. Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семей, реализация потенциала каждого человека, воспитание патриотичной и социально ответственной личности, комфортная и безопасная среда для жизни, экологическое благополучие, устойчивая экономика, технологическое лидерство, цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы. Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с депутатами Госдумы и сенаторами Российской Федерации от Самарской области. Один из основных вопросов – формирование бюджета региона на 2025-2027 годы. Как отметил губернатор в своем телеграм-канале, ожидается активное содействие в вопросах увеличения федерального финансирования, социально значимых направлений, здравоохранения, образования, ЖКХ и благоустройства, строительства и ремонта дорог к культуре. На встрече также обсудили меры поддержки участников СВО и членов их семей. Сегодня это одна из важнейших задач. Еще одна тема встречи – кадровый резерв. Нужно поддерживать самарских студентов, которые учатся в Москве, и ориентировать их на возвращение в родной регион, где они смогут строить профессиональную карьеру. Школы, вуз, предприятия – такую цепочку подготовки квалифицированных кадров выстроили в 118-й школе поселка Красная Глинка. Там открылся инженерный технический класс, где ребята уже со школьной скамьи будут изучать профильные предметы, которые пригодятся для учебы в вузе и работы на одном из ведущих российских предприятий. В церемонии открытия профильного класса принял участие исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков. Также руководитель города осмотрел выставочный центр и цеха электротехнического предприятия, благодаря которому в школе появилось новое оборудование. Подробности в репортаже Светлана Кудрявцевой. Готовят кадры со школьной скамьи. В школе номер 118 поселка Красная Глинка оборудовали инженерно-технический класс. На торжественную церемонию открытия приехали исполняющие обязанности главы Самары Иван Носков, гендиректор электротехнического предприятия Дмитрий Куприянов и другие почетные гости. Проект реализован заводом «Электрощит» совместно с Самарским государственным техническим университетом при поддержке администрации города. Это делает предприятие, делает именно из-за того, что ему это нужно. Это важно. То есть они заботятся, с одной стороны, о своих сотрудниках, о детях своих сотрудников. С другой стороны, они, по сути дела, готовят себе кадры, они играют в долгую. То есть это связка между школой, институтом и дальше уже рабочим местом. Важно, что сегодня именно в этой школе работает программа поддержки учителей, как раз предприятием. И здесь сегодня школа укомплектована на 100% преподавателям. Инженерный кабинет в школе отремонтировали и оснастили современным учебным оборудованием. «Мы приобрели всю необходимую технику. То есть это проекционный дисплей, непосредственно сам проектор. Для учащихся организованы рабочие места. Это высокопроизводительные компьютеры. Дальше мы организовали, на сегодняшний день будет 350 академических часов преподавателей Самарского государственного технического университета, которые будут вести преподавание в классе. Мы начинаем проект подготовки с помощью наших профессоров, привозить к составу электро-технического факультета, большой профориенционной работы, программы леди энергетики, чтобы ребята не просто получали знания, а в дальнейшем поступали в Самарский технический университет, на электро-технический факультет. И вместе с ведущими инженерами делали одну из лучших продукций электро-технической отрасли России». В новом кабинете будут проходить занятия для учеников профильного 10-го класса. Среди будущих инженеров Павел Кузюткин увлекается физикой, информатикой, математикой. Именно на эти предметы делают упор в профильном классе. «С этим классом нам еще и добавили занятия с преподавателями из вуза, из политеха нашего, сам ГТУ. И мы получаем довольно много знаний. Занятия происходят у нас по три часа на неделю по математике, по физике, по инженерной графике. И они, да, там тяжело, да, сложно, но знания нам дают очень хорошие. И я уверен, что это хорошая возможность и очень хорошо, что у нас есть такой класс». Учителя же отмечают, что новое оборудование сделает образовательный процесс более интересным и разноплановым. «По физике можно на компьютере выполнять виртуальные лабораторные работы, которые нельзя выполнить в обычном классе, потому что нет, например, оборудования для выполнения данных лабораторных работ. Также на этих компьютерах они будут выполнять задания по инженерной графике. Ну, соответственно, какие-то задания, которые у нас есть на сайтах Решу ЕГЭ, также по физике, по математике, вот эти основные профильные предметы». Исполняющий обязанности мэра провел совещание с представителями завода и учебного заведения, где обсудили планы развития школы на ближайшие годы. Среди инициатив – продолжение ремонта и реконструкция бассейна, в котором нуждаются и ученики, и местные жители. Ознакомился Иван Носков и с работой самого предприятия. Руководителю города провели экскурсию по многофункциональному выставочному центру и показали образцы продукции, которую производит завод. Распределительные устройства, комплектные трансформаторные подстанции. «Данные подстанции установлены в поселке Галакаревка под Моргинской и питает завод по производству плавучих платформ, которые доставляются для добычи шельфового внести газа на Дальний Восток. В свое время мы начинали производить только металлоконструкции, а затем мы освоили производство большинства компонентов, которые в нее входят. Когда мы производим подстанции на 35 кВт, то до 90% оборудования производства – наше личное, собственное завода, поэтому мы отвечаем за все, что туда входит». Также Иван Носков посетил производственные цеха завода, которые уже более 80 лет проектируют, производят и поставляют электротехническое оборудование на российские и зарубежные рынки. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Сегодня в несколько школ Самары поступили анонимные звонки о минировании зданий. Администрацию учебных заведений незамедлительно оповестили экстренные службы. Учащиеся и сотрудники школ были эвакуированы, сообщили в пресс-службе мэрии. Кроме того, по информации МП «Самарский метрополитен», после получения анонимного звонка о заминировании станции метро «Гагаринская» была закрыта на вход и выход пассажиров. Поезда следовали мимо нее. После проверки, в результате которой подозрительных предметов не выявили, станцию «Гагаринская» открыли. Сохранить историческую память в Самаре отреставрируют дом с часами. С этим объектом культурного наследия связана одна из загадочных историй города. Кто будет заниматься реставрацией, на каком этапе работы и что будет со зданием зимой, расскажет Полина Чулякова. Объекту культурного наследия подарят вторую жизнь. В Самаре завершается первый этап проведения противоаварийных работ на объекте дом купца Кожевникова, расположенного по адресу Коммунистическая 5. Зданию более 150 лет. С этим когда-то жилым домом связана одна из городских легенд. Согласно ей, у купца Андрея Кожевникова умерла малолетняя дочь. А печальный отец приказал заколотить окно горницы, в которой она жила, и вырезать часы, стрелки которых всегда бы указывали время смерти девочки – 12.40. В реальности у купца Кожевникова умерла внучка, но стрелки на часах действительно запечатлели время трагедии. В 2020 году дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Однако жителям хотелось сохранить это здание со своей историей уникальной деревянной резьбой. Благодаря конструктивному диалогу городских властей, профессионального сообщества и активных горожан удалось сохранить уникальный дом с часами. Помочь с восстановлением здания вызвались волонтеры проекта «Том Сойерфест». Когда мы сняли обшивку и посмотрели на венцы, оказалось, что полностью вся наружная стена, которая выходит на улицу, она гнилая. Нет ни одного живого венца, и поэтому эту стену просто выкинули, и все, ее больше нет. Все остальное пронумеровано, снято. Командой волонтеров и профессиональных рабочих под контролем реставраторов были сохранены все архитектурные элементы. Керамические изразцы печей, образцы из слепки с потолочных карнизов и лепнины, историческая резьба, наличники, оконные рамы и двери. Были перебраны, промаркированы и бережно складированы все элементы деревянного каркаса здания. Теперь они ждут своей судьбы. Сгнившие участки срубов будут заменены, а уцелевшие вернутся на прежнее место в неизменном виде. Отреставрируют и прилегающую к зданию веранду. Среди сохранившихся элементов – двери, изразцовая печь, фрагменты наличников. Легендарные часы сохранились, но тоже нуждаются в небольшой реставрации. То, что сейчас произошло с домом, то есть у него остался цокольный этаж, остался верхний окладной венец, еще сверху на нем. Это оставили специально, чтобы сделать навес на зиму. В следующем году мы частично разберем две стены цокольного этажа, потому что они тоже в аварийном состоянии. Мы очень надеемся, что в следующем году мы успеем собрать хотя бы коробку верхнего этажа, то есть деревянную конструкцию, из того, что было разобрано. Самарцы реставрации объекта культурного наследия рады. Надо знать свою историю. Я была бы очень рада, если бы вас зареставрировали для этого знания. В зимний период объект культурного наследия законсервируют. Параллельно с этим волонтеры Томсуэрфеста будут создавать недостающие наличники и резьбу. Восстановить дом планируют к 2027 году. Полина Чулякова, Константин Головин. События. Около шести тонн гуманитарного груза отправили из Самары в Курскую область. Для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, собрали теплые вещи, бытовую химию, продукты длительного хранения. Подробности расскажет Елизавета Прокопенкова. Никита Литвиненко узнал о ситуации в Курской области в августе. Еще тогда парень захотел помочь местным жителям, но не знал, как. Поступив в Самарский политех, Никита оказался в профкоме. Там ему рассказали, что для жителей Курска собирают гуманитарную помощь. Парень не смог остаться в стороне. Я уже до этого участвовал, уже отправлял в прошлом месяце. Если кто-то оказывается в беде, в трудной ситуации, я всегда готов помочь и всегда буду помогать. В Курскую область из Самары отправилось 6 тонн гуманитарного груза. Его собрали в рамках акции «Своих не бросаем», которую проводят члены общественной палаты Самарской области. Мы вместе, поэтому чужой беды для нас не бывает. Куряне сейчас находятся в тяжелом положении с августа месяца фактически. Многие те, кто вынужденно покинули свои родные дома, временно нуждаются в помощи. И в этом смысле Самарская область, она всегда отвечала с тем, что реагирует на чужую беду и считает ее также своей. 4 тысячи коробок наполнили теплыми вещами, предметами личной гигиены, постельным бельем, бытовой химией, продуктами длительного хранения. Груз за 4 дня собрали члены торгово-промышленной, нотариальный палат, Федерация профсоюзов, штаба Народного фронта, Союза народов, прокуратуры региона. У нас люди горят сердцем. И уже завтра мы это привезем в Курск и будет разбределено среди пунктов временного размещения. Самарский, значит, сказано, сделано. Это значит добрый. За осень в Курскую область отправили около 40 тонн гуманитарного груза. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. А теперь коротко о других темах дня. В Самаре почти две трети дорог, которые отремонтировали в этом году, ведут к учреждениям сферы здравоохранения. Об этом сообщили в городской администрации. В этом году на средства НАСПроекта «Безопасные и качественные дороги» в городе привели в нормативное состояние 36 объектов уличнодорожной сети. На отремонтированных участках находится более 80 медучреждений. Ремонтные работы проводили преимущественно в ночное время. Полностью движение перекрывали только на участке улицы Чернореченской от Владимирской до Спортивной, где велось комплексное обновление. Банк России планирует ввести ограничения на выдачу ипотечных кредитов на срок более 30 лет. Согласно информации, опубликованной на сайте регулятора, организации стремятся увеличить срок кредитования, чтобы снизить размер ежемесячного платежа по ипотеке. Однако при таком длительном сроке у заемщика могут возникнуть трудности с погашением долга, которые банки не могут предвидеть. За неделю более 6 тысяч жителей региона посетили выставку «Самара». Проект создали по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. Гостей ждали. Мастер-классы, лекции, творческие встречи, викторины. Работали игровые зоны. В рамках программы «Дни городского округа Самара» каждый мог попробовать себя в новом занятии. Архитектурный скетчинг, создание оконных наличников, репортажи, роспись фирменных тарелок. Также посетители узнали об успешных проектах в сфере ресторанного бизнеса, знакомились с выдающимися спортсменами. «Скажем, терроризму нет» под таким названием в Самаре прошла концертная программа для школьников, многодетных семей и семей участников СВО. Наша съемочная группа побывала на месте события. «Маленькая родина», «Детство», «Только вперед». Эти и другие композиции прозвучали для зрителей концерта «Скажем, терроризму нет». Их исполнили царисты детского музыкального театра для школьников, многодетных семей и семей участников СВО. «Всё ещё стоит у калитки душка и зайдёт домой за светлое досина, в домок родной, маленькая родина». «Мы рассказываем не только о том, насколько это страшно, но мы ещё рассказываем о том в этом мероприятии, насколько, как нужно себя вести. Если, не дай бог, с кем-то случится подобное, какие должны совершать действия для того, чтобы минимизировать ситуацию, последствия». Также зрители концерта «Скажем, терроризму нет» порадовали и танцевальные коллективы. «Скажем, терроризму нет» «Мы живём в то время, когда мы не знаем, абсолютно не знаем, что может с нами произойти. Поэтому нужно обязательно быть подготовленными духовно, не столько морально-физически, сколько на духовном уровне. Все взрослые и дети должны быть готовы». Во время концерта показали видеоролики, рассказывающие о том, что такое теракт и о том, как обезопасить себя и не стать жертвой. Елизавета Прокопенкова, Августина Хременко, Игорь Казановский. События. Пообщаться с единомышленниками, полюбоваться красивыми видами и испытать себя. В Самаре прошёл ежегодный трейл-марафон. Это забег для любителей спорта по пересечённой местности в нескольких дисциплинах. Для участия в нём в Самару приехали бегуны-любители из Иркутска, Башкортостана, Пензы и других городов и регионов России. На какие дистанции бежали любители бега и что их мотивирует в нашем сюжете. Самые амбициозные и целеустремлённые начали забег в 4 часа утра. Впереди дистанция в 70 километров, а темнеет в ноябре рано. Нужно успеть вернуться засветло. Более 300 любителей бегунов со всей России съехались в Прибрежный, чтобы испытать свои силы. Там восьмой раз прошёл ежегодный трейл-ранинг, забег по пересечённой местности. Здесь очень красивый вид. Здесь у нас замечательная грушинская поляна, то есть вот эта лестница груши. Участники, которые бегут на дистанциях 12, 20, 40 и 70, они видят вот эти все прекрасные виды. Здесь отличная пойма реки. То есть отсюда очень живописный вид на наши Жигулёвские горы. Это сообщество людей, любящих спорт, природу и лес. Мы разные религии, но мы все любим спорт, поэтому мы здесь всегда собираемся. Любители трейл-ранинга больше заинтересованы процессом, нежели результатом. В марафоне есть дисциплина «Рогейн». Это приключенческая гонка. Участникам даётся три часа на преодоление всей дистанции. Они должны, не сбившись с маршрута, пробежать мимо 35 контрольных пунктов, за что получают баллы. Выигрывает тот, кто выберет тактически правильный маршрут. Яна Бурдюк – спортсмен-любитель. Занимается плаванием, бегает на лыжах. В этот раз выбрала дистанцию в 12 километров. Мне вообще зима очень близка. Я люблю снежок. И, честно говоря, грязь люблю. Мне кажется, что в снегу и в грязи это намного интереснее, чем летом в жару и в скульпогода. Хочу приобщиться к празднику спорта. Насладиться погодой, насладиться общением с людьми, насладиться жизнью. Сергей Африкантов выбрал дистанцию в 20 километров. Его в марафоне привлекает чувство локтя. Оторвались пятером, бежали, бежали, потом двое отвалились. Потом эти двое убежали. Спортсмены мои друзья. Я их потерял из виду. Но на Грушинской лестнице, знаете, там Грушинская лестница, я их подобрал. Видел, они там карабкаются. Думаю, надо их доставать. Большинство участников выбирают короткие дистанции. 70 километров в этом году решили сбежать 14 человек. Первый преодолел маршрут за 6 часов 9 минут. Также любители бега могли сдать командный зачет, преодолев 5 километров, и попробовать силы в северной ходьбе. Виктория Шарая, Виталий Рылеев, Игорь Казановский. События. Юные самарские спортсмены стали лауреатами первенства мира по русским шашкам в Турции. В Самаре стартовали всероссийские соревнования по боксу на призы Василия Шишова. В Красноярске завершился третий этап Гран-при России по фигурному катанию, где в лидеры вышел дуэт тольяттинца Егора Базина. Обо всем подробнее в рубрике «Новости спорта». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самарец Султан Канюкаев занял второе место в молниеносной и в классической программе среди мальчиков до 9 лет и стал третьим в быстрой программе. Михаил Черноземов и Султан Канюкаев становятся лауреатами первенства мира по русским шашкам второй год подряд. В Самаре стартовали всероссийские соревнования по боксу на призы Василия Шишова. В этом году турнир юбилейный, 30-й. В соревнованиях участвуют 150 боксеров от 19 до 40 лет из разных регионов России. Поединки будут в течение пяти дней. Финальные бои в весовых категориях состоятся в пятницу, 15 ноября. Алексей Гребнев выиграл первенство мира по шахматам среди юношей до 18 лет в Бразилии. Он второй год подряд выигрывает турнир юношей до 18 лет. Гребнев набрал 9 очков. На втором месте финишировал Алдеяр Ансат, Казахстан, 8,5 очков. На третьем месте Ян Климковский, Польша, в активе которого 8 очков. Всего российские спортсмены завоевали 7 медалей с большим отрывом, выиграв медальный зачет. Первенство мира среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет проходило в городе Флорианополис. В соревнованиях приняли участие 520 шахматистов из 62 стран мира. Нашу страну представляли 17 спортсменов. В Красноярске завершился третий этап Гран-при России по фигурному катанию. В программе были 4 дисциплины – мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. После ритм танца в дисциплине танцы на льду с преимуществом в 3 балла в лидеры вышел дуэт тольяттинца Егора Базина и подмосковной фигуристки Елизаветы Худайбердиевой. По результатам произвольного танца они увеличили отрыв от второго места почти до 9 баллов и стали победителями этапа. В этом году из бюджета региона начали направлять дополнительные средства на развитие массового спорта в Самарской области. Разработана и запущена региональная программа «Мастер спорта», в рамках которой в этом году были выделены межбюджетные трансферты на общую сумму 36 миллионов рублей спортивным школам региона. На выделенные дополнительные средства этой осенью школы обновляют спортивный инвентарь, командируют учащихся на межрегиональные и всероссийские спортивные мероприятия. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Очередной этап распределения свободных мест в детских садах пройдет 15 ноября. Об этом информирует телеграм-канал администрации Самары «Вести» с Дворянской. Для успешного распределения родителям рекомендуют проверить данные в заявлении на портале образовательных услуг ОСОРСО в разделе «Поиск заявлений». Если в заявлении есть неточности или неактуальные данные, необходимо обратиться в МФЦ. О предоставлении свободного места родителям сообщит детский сад. Самостоятельно ознакомиться с результатами можно на портале ОСОРСО. Заявление должно сменить статус. Очередник на статус направлен. Обращение жителей в соцсетях на особом контроле МЦУ Самары. За первую декаду ноября, благодаря системе «Инцидент-менеджмент», в областном центре отработано порядка 1300 сообщений. Все сообщения, которые касаются вопросов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, а также порядка в городе, координируются и анализируются в МЦУ Самары. Одно из таких сообщений от жителей дома номер 60 по улице Гагарина от 31 октября. Жители пожаловали, что в помещении третьего подъезда уже год нет отопления. Благодаря налаженным коммуникациям с различными структурами МЦУ Самары удалось ускорить процесс подключения тепла. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что в качестве одной из дополнительных мер поддержки для отдельных категорий медицинских работников предусмотрена компенсация за частный детский сад. Она составляет 50% от ежемесячной оплаты. Категории получателей – участковый врач-терапевт и педиатр, врач общей практики, медицинская сестра участковая, врача-терапевта и врача-педиатра, врача общей практики. Компенсацию могут получить медработники, работающие в государственных учреждениях Самары, чьи дети в возрасте от 1,5 до 6,5 лет посещают частный детский сад. За оформлением компенсации нужно обратиться в МФЦ или районный отдел соцзащиты. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok